всем ума не добра а ума поговорю так чуть по философству повторю во первых чужую мысль которую прочитала и в принципе в этом что то есть что если бы свое время хрущев не отдал бы крым в украинскую сср наверное донбассу и русским людям украины не хватило бы наверное сил для того чтобы значит выходить из вот этого рабства до бендеровского который сейчас происходит выход оттуда или возвращение в россию парадоксальная мысль но в этом что то есть что русская весна это это крым и потом донбасс и сейчас уже как израильским событиям значит то есть крым это получается по максимальной максимальному мнению россиян это была глупость глупость которая есть так подумать может быть было мудрость конечно конечно хрущев об этом не не думал не планировал он был достаточно плоско умным человеком но тем не менее он сделал то что сейчас оборачивается против значит на нацистского режима украины значит в 90-х годах люди побежали из разваливающегося ссср до из россии например и ну из со всех республик греки побежали в грецию евреи побежали в израиль ну в израиле в другие страны основу израиль как бы на историческую родину и это наверное считалось у них умным потому что что такое россия дефицит всего все плохо там да а в израиле там подъемные там деньги дают жилье дают потому что америка дают и израиль дает соответственно передает америка где берет но у нас и всего мира собирает и и через еврейское лобби отдает в израиль да значит это была умная позиция многие русские даже не будучи евреями становились как бы евреями находили какие-то справки иначе туда переместили своей так сказать основанию всего свою пятую точку и считали вот они умные а мы в россии тут дураки но так как там особо не заработаешь если говорить про блогеров про всяких таких вот типа финки ли там еще какие-то там значит словоблуды то они продолжали значит гадить на россию оттуда и зарабатывает еще на этом деньги и русские люди еще им платят деньги и говорят спасибо рафель то ли кто там еще есть врачи которые там говорят вот у нас тут в израиле такое начать лечение мы вас тут а полечим на при этом пишут что россия это гадость и так далее я об этом уже говорил это тенденция такая всех иммигрантов чтобы оправдать свое нахождение вне родины вне настоящей родины они говорят как в россии плохо как у них там хорошо но как бы ну и зарабатывали там где хорошо нет они зарабатывают на нас которые живут в плохих как бы условиях с точки их зрения правильно ночью сейчас получается принципе это давно уже было понятно и вот эти наши как бы со светлыми лицам так сказать перебежчики побежали туда побежали в грузию побежали в казахстан но это как вообще тут рядом да можно тут же перебежать назад но перебежать в израиль это это основание это то есть это основательней чем просто пересечь границу потом потихонечку вернуться на велосипеде то есть это надо принять гражданство надо принять правила израильские что ты подлежишь призыву если что защищать свою новую родину который никогда не жил ты родился в другом месте получил там образование в россии там или где-то в какой-то республике ссср на все тебя эта страна значит вырастила ты шнурки повязал и поехал туда где длинный шекель и сейчас насчет эти умные ребята умные как с виду до с первого взгляда ну конечно есть патриоты которые готовы теперь уже положить свою голову за свою новую родину ну окей это ваш выбор значит вы выбрали это когда отказывались от гражданства российской или брали второе это конечно как это 2 двойное гражданство это как вообще а если израиль будет воевать с россией то значит вы вы кого-то пред предадите да или как бы российско-американская гражданство так как вообще это глупость но как бы наши либеральные там министры это все пропустили считает что это ну нормально ну я думаю это все потом будет исправлена нашими депутатами что это глупость так вот к чему я сейчас значит начали вот эти наши умники ныть что давайте эвакуируйте нас теперь из израиля за государственный счет учетом это в своем уме нет я должен платить налоги чтобы вас оттуда вашу жопу оттуда вытаскивать в этом получили американских денег в этом же хорошо жили там бананы сама срывались это с плантацией вы плевали на россию до теперь россия должна вас вытаскивать вам норвегия сказал пожалуйста значит за свои деньги влетать мы организуем самолетного оплачивать будете вы хитрые ребята поэтому ну как то если вы даже и хотите вернуться ну во первых и володин хорошо нас сказал да спикер госдумы будем разбираться кто там чего говорил потому что так нельзя чтобы толпа предателей они уже раз предали нас теперь они предают израиль и так они будут туда-сюда вмотаться мы чего им оплачивать им билеты нет нет выбрали свою судьбу вот там укореняйтесь отстреливайтесь или миритесь лучше помириться конечно не надо сюда не надо возвращаться зачем зачем тут холодно тут тут дожди снег и так далее зачем а там тепло море рядом классно чё ты если что надо помереть сарабу а так а так отлично место правда речки нет такой агера иордан такая на речка по колено не хорошее место все я я же там был взять хотел еще сказать что когда я там был как турист и нам рассказывали как вот израильтяне вот эту секретную комнату там в каждой квартире создает она не секретно как бронирована от обстрелов да это по нормам теперь обязательно всякие там значит обстрелы со стороны ливан и так далее как то есть все вот это я когда слушали или даже видел прям проникаешься таким вот как бы кругом враги значит дай бог израиля победить и так далее и наверное большинство граждан израиля так так тоже думают потому что вот это вот состояние вечной войны с соседями но но так как бы меняет психику и поэтому наверное подумать а почему это происходит наверное уже не хватает ни времени не не желание так далее а почему это происходит господа евреи почему ну кара вам тоже относится день ни за кого и или не против кого я просто рассуждаю а как так могло получиться ну ответ мои подписчики знают вам скажу вкратце начать все дело в вашей религии она говорит о том что вы самые самые лучшие в отличный и ваш господь вам обещал если вы вспомните тору обещал вам преобладать над всеми странами руководить всеми странами значит вас будет столько сколько песка морского значит ну и вся всякие блага в итоге 2700 лет ваш господь вам не давал возможности для создания своего государства это видимо благо вы как-то на рада трактуете ну 2700 на 3000 3000 лет у грубо да у вас не было государства это благодать или что это вообще а вот это предыдущие всякие притеснения в европе от фашистов и так далее то какой они вот интересно трактуете то это избранность или что вот это это как вот христос пошел на крест значит это значит благодать или это проведение божье да вот холокост это что вот с точки зрения господа вашего это что вообще зачем это вас и так уже остался 14 миллионов в израиле то сколько 9 или 10 и и рассеян еще это что столько песчинок морских песчинок что ли господь ваш как бы честный товарищ или нет и этот же господь говорит уже арабам что сам не терпите неверных кто не поверил в ислам в коран тех надо так сказать секир башка это он же ваш израильский бог говорит уже израилю а это арабам но христианам он тоже что-то говорит на через апостолов иудеев то есть я к чему веду что значит вот эти умные мысли что надо пойти на землю обитовано они на по проверке верим времени оказывается глупыми с моей точки зрения но глупость ты родился нельзя в москве там или где-то еще в саратове да это твоя родина это любой умный человек скажет какая твоя родина где-то родился там в казахстане значит в каком-то городе да но говорить что моя родина вон там или ну что может может быть в африке у вас родин ведь ученые говорят что эти человека зародился в африке да может в африканцы так может езжать в африку нет это не очень устраивает но короче вот эта глупость когда какая-то идея возникают в головах людей и они считают эту идею умный и из этого возникают большие большие проблемы эти проблемы влекут за собой большие кровополитные войны большие маленькие разные конфликты потому что в голове у людей благословен господь аллах акбар и прочие такие вот лозунги которые значит противоречат другим лозунгам других конфессий и возникает заварушка господь этого это нужно потому что он питается вашей энергией энергии ваших молитв жертвенных животных жертвенных убийств то что сейчас мы наблюдаем в секторе газа то что мы наблюдаем в украине то что мы смотрим видим в других точках мира господь хочет кушать вот такие вот мысли можете конечно отреагирует на это мой как бы помятый вид можете не обсуждать сегодня был бессонная ночь ребенок орал не зубы лезут поэтому я такого слегка слегка не выспавшись но это не значит этом бухарик там или еще что-то не пью общенько значит что еще хотел сказать думайте думайте значит по моему представлению творец наш настоящий не аллах не яхва не не зевс и не кришна творец создал на всех чтобы мы умнели чтобы мы развивались значит и дал нам свободу воли находиться в уме или в заблуждении верить какие-то там побрякушки суеверия или жить осознанным человеком и если бы или или когда лучше когда и когда люди поймут идею единого творца то и во первых не надо будет куда-то там с какой-то идея переезжать или начинать войны как николай второй начал с какой-то идеи до православный первую мировую войну значит и будет мир все будет друзья соседи как жили люди но например в ссср или в российской империи мусульмане христиане там буддисты все жили и сейчас принципе живут мирно но за этим процессом надо конечно внимательно наблюдать эти идеи как бы испаряться если вы религиозные люди перестанете отдавать свою энергию свое внимание свои вот этим нарисованным богам то исчезнет очень много проблем очень много неприязнь уйдет потому что одну смысл смысл вам вам ненавидеть или косо смотреть на какого-то другого человека значит потому что он там не знаю мусульманин или потому что он христианин это просто человек он может быть хорошим или плохим с хорошими поступками или с не очень хорошими вот так такое должно быть общество и как я чувствую мы мы в россии идем к этому нас я думаю будет оценивать вот по таким вот параметр что ты реально делаешь а не что ты говоришь или как как часто ты молишься тому или иному богу вот я выражаю намерение чтобы мы шли к такому справедливому равноправному обществу где все люди братья и части единого творца всего хорошего ума всем